Здравствуйте друзья. Как я и обещал, продолжаю рассказывать о возможностях LAN ZigBee координатора проекта ZigStar. В первом видео я рассказал, как на одном сервере запустить несколько версий ZigBee to MQTT. Если вы его не смотрели, оно доступно по ссылке в описании, так как это видео можно рассматривать как продолжение. И сегодня мы рассмотрим практический кейс, замены USB ZigBee стика на сетевую версию и поднятия еще одного ZigBee to MQTT на физически другом сервере с подключением к тому же координатору ZigStar. Один из моих тестовых инстансов с уже работающей ZigBee сетью, знакомой вам по моим предыдущим обзорам. Тут стоит USB координатор Sonoff CC2652P с прошивкой от JetHome от 18 февраля 2021 года. Все устройства работают нормально. Обмен в обе стороны к координатору и от него происходит без видимых задержек. игру сантим角ика, где рюкоса розетбора способности. Использ��わかрывается рыкоса, уクаротизменнюю Ikkeюamentsка и анат Riverotl с подключением к корпусу приншiso OxERreto. Наш составляет приключения Оisseю, суду свидетельствует Was Am tú such к примеру. Вы получите совсемagar на из-за 3 кадра eccс. Используйте широкий с подходовым человекомouthillенному это другое. Останавливаю аддон. После этого физически отключаю USB stick. LAN zigbee координатор включен. Перехожу в конфигурацию аддона. Тут вместо физического порта указываю сетевой, других изменений я не делаю, сохраняем. Запускаем аддон. Первый запуск обычно довольно продолжительный, поэтому тут наблюдаем за логом запуска. Если все сделано правильно, ошибок быть не должно. Еще хочу подчеркнуть, что с разными версиями zigbee координаторов поведение может быть разное. Самое плохое что может произойти, это пересоздание сети с нуля с переспариванием всех устройств. Первая новость хорошая, аддон запустился без ошибок. Проверяем, данные от устройств получаем нормально, в этой части проблем нет, это вторая и тоже хорошая новость. А вот с отправкой команд хуже, они не проходят. Устройства в данном случае это розетка и драйвер на них не реагируют, так тоже бывает. В данном случае проблема только с этими двумя устройствами, так как остальные умеют только отправлять на координатор события и проблем с ними нет. Через ремы появляются ошибки отправок команд. Так как команды не проходят, удаление тоже принудительное, с последующим сбросом устройств вручную. Запускаю режим подключения и вручную кнопкой сбрасываю розетку. Прилетело событие выхода из сети и сразу за ним подключение. Есть розетка. Вначале нужно немного времени на ее конфигурирование. Теперь все работает корректно и быстро, реле, параметры, память состояния. Повторяем операцию для драйвера. Как видим в моем случае замена координатора привела к необходимости переспарить только те устройства на которые нужно отправлять команды, те с которых только получать работают корректно. После переподключения драйвер тоже стал работать корректно. Еще раз перепроверяю все проблем больше нет. Еще раз покажу, теперь все работает через LAN Zigbee координатор с прошивкой от 8 июля 2021 года. В конфигурации указан сетевой порт. Перейдем к резервированию. Это физически другой сервер, он никак не связан с тем который мы только что смотрели. Тут zigbee2mqtt пока не установлен. Теперь нам нужно перенести папку аддона с первого сервера, я для этого использую подключение через sambo-сервер. Сервер с адресом 75, тут zigbee2mqtt пока не установлен. 220 сервер, на нем он сейчас и крутится. Копируем папку со всем содержимым. Вставляем на второй сервер. Теперь устанавливаем аддон. Конфиг по умолчанию меняем на полную копию конфига с первого инстанса. Сохраняем. Запускаем аддон. Мониторим журнал на предмет ошибок до полного запуска. А вот и сообщение от устройств. Видим точно такую же zigbee сетку как и на первом инстансе. Связь с устройствами есть. В левом окне виден zigbee2mqtt первого сервера с адресом 220. В правом окне второй 75. Получение сообщений от устройств синхронно на обоих инстансах. По факту это два разных и не связанных между собой сервера. Каждый из них может выполнять как отдельные задачи, так и зарезервировать один другой, мне кажется такой кейс будет более востребован. В режиме резервирования тоже есть разные варианты, либо все автоматизации работают постоянно, либо один сервер назначается основным, а второй резервным и включается только в случае остановки второго. Про это я тоже планирую снять отдельное видео. Поехали. 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 Подключение устройств происходит стандартно. На любом из серверов для примера на первом включается режим подключения, второй не трогаем. Перевожу подключаемое устройство в режим сопряжения. Сообщения приходят синхронно на оба сервера. Правда на втором интервью проходит немножко дольше. В самом начале немного подтормаживает пока не закончится конфигурирование. Теперь все нормально, команды проходят корректно. Нюанс, обновление состояния режима сохранения не приходит, хотя работать будет корректно. Еще раз, подключение запускаем только на одном из инстансов. Повторим подключение, но уже на втором сервере, на первом ничего не меняем. В этот раз подключу конечное устройство кнопку окара. И сейчас прохождение интервью занимает одинаковое время на обоих серверах. И тут все полностью синхронно. Осталось проверить удаление устройств. Роутеры не уходят в спящий режим и если связь с ними не потеряна, при получении команды на удаление выходят из сети. Если нужно удалить конечное устройство или отключенный роутер, то я использую принудительное удаление. Но в таком случае синхронизации нет. Более того, на втором инстансе устройство продолжает нормально работать, и удалять нужно на каждом сервере отдельно. Использование LAN ZIGBI координатора ZIGSTAR позволяет довольно легко и просто сделать резервный сервер управления умным домом. Конечно, тут все равно остается рисковая точка в виде самого координатора. Но с точки зрения статистики, вероятность выхода из строя его намного ниже, чем вероятность сбоя связанного с работой аппаратной или программной части сервера умного дома. Практически все другие интеграции, связанные с работой устройств, такие как Xiaomi, Mio, Gateway 3, Tuya, Local Tuya, E-Lite, Sanoflan, совершенно нормально работают одновременно на разных инстансах. Вопрос всегда стоял в резервировании именно ZIGBI 2MQTT, вариант решения которого я показал в этом видео. На этом все, надеюсь что видео урок был вам полезен и интересен, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не подписаны на мой канал, не поздно сделать это прямо сейчас. В описании под видео вы найдете несколько полезных ссылок. На мой телеграмм канал с публикациями по теме умного дома, на интерактивный каталог устройств и другие. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok